15 оружейная выставка arms and hunting первое единственное на данный момент ружье прямоход в мире сейчас мы возьмем винтовку с которой воевал чапай реально рабочий дело на стрел порядка 9000 проблем никаких нету ткани нет ноу-хау этой фирмы личинка с шестью боевыми упорами особенность этого ствола он имеет мульти радиальную нарезку там на стенды пришел директор управляющей компанией мрэкс климатический пистолет в габаритах боевого оружия с имитацией автоматики боевого оружия друзья здравствуйте мы находимся в центре москвы это гостиный двор и сейчас здесь открываются 15 оружейная выставка arms and hunting вот мы видим на центральном месте стенд организатора фирмы кольчуга благодаря которой пятнадцатый год здесь проходит это мероприятие только здесь выставляются все оружейная компания оружейные заводы как наши российские так и наши гости итальянцы турки но у тебя на славе иди-эбоскоп дистанции мы на стенде арт декар эта компания которая свое время и до сегодняшнего момента производила приклады а сейчас они презентовали свой карабин ладога с продольно скользящим затвором александр здравствуйте здравствуйте попросим попросим рассказать что это за карабин гладкоствольное ружье калибра 366 ланкастер называется ладога это первое единственное на данный момент ружье прямоход карабины нарезные есть оружие гладкоствольных до этого момента не было рукоятка движется прямо но затвор у нас поворот запирание происходит на три боевых упора за муфту ствола стволы быстро сменны также будет ладога выпускаться в калибрах 762 на 39 и 6 половиной грэнда ударно-спусковой механизм курковый предохранитель расположены на спинке крышки блокирует движение рукоятки и блокирует спуск также на спинке крышки расположен индикатор разведенного курка магазин отъемный однорядный на 4 патрона карабин был разработан специально для скоростной стрельбы магазин нужно прицельно выпустить менее чем за 4 секунды прекрасный карабин который выйдет до нового года русский орел который представляет бенели достаточно важная новинка для бенели первое спортивное двухствольное ружье что бенели она весит 2 650 он тяжелее соответственно для спорта это лучше она там более стабильно высокая широкая 10 миллиметрового карбоновая планка увеличенная мушка выносные чоки ствольная коробка выполнена соответственно из металла но это не для прочности сделано да скорее для утяжеления конструкции до большей стабильности приклад у нас в этом ружье уже не оснащен системой комфорта но зато он оснащен 8 грузами с помощью которых можно менять баланс ружья соответственно подгонять под себя гуляем по выставке здесь очень дорогие красивые изделия для олигархов наверно но так как олигархов стало меньше то очереди не видно всех пацанов с миллиардами в квартире пересажали представитель новой линейки карабинов горностай исполнение самым коротким стволом длиной 420 миллиметров конкретно это изделие в по 215 под патрон 366 ткм вес изделия всего два килограмма 600 грамм магазин вмещает 4 патрона запирание канала ствола осуществляется на три задних боевых упора стволе имеется также 140 миллиметров нарезов в калибре 366 ткм ложа из-за ореха также новинка этой выставки это вепр хантер в по 224 в калибре 9.6 на 53 ланкаста и в по 111 с облегченным стволом это для ходовой охоты вес его 3 килограмма 200 грамм прислушались людям которые говорили вот им тяжело ходить толстыми стволами сделали более тонкий ствол поставили планку батю который позволяет быстро скидываться дима расскажи что ты в очередной раз придумал какую охлощенку какое оружие без лицензии реально рабочий новинка этого года да мы привезли сертифицировали его под оригинальный калибр 792 на 57 бланк сертифицировали тоже под оригинальный калибр томпсон пойдем в руках поддержим новинка этого года патроны под этот автомат в россии делает пока мы круто а расскажи про пневматику которые уже тоже делали линейка этих винтовок она разрабатывалась много-много лет вот две две винтовки с основным прикладом одна с карабин колбой 2 с обычным резервуаром ствол лоттер вальтер немецкий кучность на 50 метров калибр в калибр пульки летят с этой винтовки на чемпионате россии наш покупатель александр занял первое место в классе в арминт первая новинка истамбул села ружье импала ноу-хау этой фирмы личинка с шести боевыми упорами это уже является полуавтоматом инерционным уверенно кушает 24 грамма патроны здесь представлена новинка который привезли совершенно недавно это собаки сапфир у нее очень много приятных таких фишечек первое то уже они снабдили резьбой дульный срез есть возможность заменить стволы интегрированная планка вивера плюс открытый прицел вивер не перекрывает плюс магазин на три патроны три боевых упора и самая главная особенность этого ствола он имеет мультирадиальную нарезку ресурс по кучности у этих стволов больше намного пуля ведет по нарезам здесь меньше давление форсирование меньше давление строге следующая новинка который представил фирма хатсан это хатсан vision они сделали гранюную ствольную коробку также изменили само дерево добавили вот такое гайку цевья ружье довольно таки удобная схема вся внутри осталась от отца на ps как сам производит не только огнестрельное оружие но производит ревматические винтовки этот год богат на новинки это хатсану flash по 1 турецкая и себе винтовка винтовки сертифицированы до 3 джоулей что позволяет торговать любым магазинам доступны они в калибрах 6 35 5 5 и 4 с половиной на винтовка хатсан в россии представлена технология quit energy это встроенный саунд модератор который делает выстрел на 50 процентов тысячи там на стенд пришел директор управляющей компании умрекс та которая владеет брендами вальтер производит большое количество пиоматического оружия также пистолетов мы также производим этот рейтинг, как вы знаете, для русского команда, так что в следующих элимпийских матчах мы надеемся, что мы можем поддерживать этого рейтинг, чтобы победить голодную медаль, конечно, в следующих олимпийских играх российская команда будет выступать с его винтовками в винтовками вальтер и надеяться, что они выиграют золото олимпиады спасибо привет! привет! эдуард, здравствуйте! 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 ну что, ты зайдешь, посмотришь мой ствол? пойдем, пойдем, расскажешь Уже в моем производстве там написано с другой стороны Эдуард. Нет, нет, нет. Юридическое лицо. Ну вот. Еще одна новинка этой выставки. Ну это обычная AR-15. Калибр 2.2.3. Представлены будут три длинные ствола. 320, 420 и 520. С одного образца сейчас вот пока сделан на стрел порядка 9000. Проблем никаких нет. Утыканий нет. Ствол моутовский, ватско-полянский, хромированный. Вообще удобно. Надо пробовать и стрелять. Меня Андрей зовут. Здравствуйте. Очень приятно. Расскажите, что есть интересного. У нас магазин позиционируется раритетом оружия. Это линтовка Мосина. Это 1892. А это 92. На следующий год после того, как поставили на вооружение. Вот так вот смотрите, какой раритет. Сейчас мы возьмем винтовку, с которой воевал Чапай. Ух ты. Она в рабочем. В рабочем конечно. Ни один белый не ушел. Очередная компания небольшая, которая занимается новыми разработками из Орехово-Зуево, Московская область, которая сделала интересный продукт. Сейчас о нем нам расскажет главный конструктор и разработчик этой модели Константин. Перед нами была поставлена специфическая задача сделать дематический пистолет в габаритах боевого оружия с имитацией автоматики боевого оружия. Вот с чего все начиналось. Калибра 5,5 до 3 джоулей. Имеем такой пистолет, заменяем резервуар, заменяем ствол, добавляем надольник, получаем вот такой пистолет. Уже ориентированный на спорт и допустим на развлекательный серебют. В конечном итоге эти все изделия трансформируются вот в такую винту. Просто взяв этот вот пистолет, открутив два винта, сместив надольник вперед, не меняя ствол, заменив просто резервуар на более длинный, использовав этот обвес, вы получаете... А вот эти вот все манипуляции с этим пистолетом, это должен каждый человек отдельно делать или это вы делаете? Нет, это элементарно все делается. Это можно докупать как конструктор, да, совершенно верно. Новые разработки наши отечественные, импортозамещенные. Получается здесь все производство России. Мы с вами познакомились с многими компаниями, которые занимаются новыми разработками, новыми идеями. Много компаний зарубежных начинают приезжать снова к нам на рынок оружейный. Пишите, какая компания вас заинтересовала большим. Пишите в комментариях все, что вам понравилось. Подписывайся на TopHunterTV. Подписывайтесь на TopHunterTV.